Друзья, что сегодня вебинар у нас идет в Синотрансе. Ну давайте, прежде всего, начнем, как всегда. Сегодня среда, 13.00 по московскому времени. И мы в юни-лете полетели с Москвы в Париж, допустим. Вот, поэтому сегодня у нас будет необычный вебинар. Проводить его будем в Перископе, как традиционно налажено. В Мирополисе, к сожалению, сейчас возможности нет в таких походных условиях. Но и Слава, и Ольга пишут этот вебинар. Поэтому он пойдет потом и во всех наших чатах, и пойдет по всем источникам. Так что, друзья, вы сейчас за ближайший час увидите очень много интересов. У нас здесь будет много сегодня в вебинаре участвовать. Помимо нас с Алексеем еще очень много участников в Иксе. Кого-то знаете, кого-то не знаете. Но, друзья, давайте обо всем по порядку. То есть, как мы говорили, вели отчет о запуске инотранса. Он пошел. Сегодня на нашей выставке представлен стенд. И мы находимся с Алексеем в юни-лете. В скоростном нашем модуле, развивающий скорость свыше 500 км в час. Вчера уже прошли многие репортажи. Вы видели фотографии. Все, но мы на этом сейчас не останавливаемся. Мы завтра сделаем еще один вебинар также в 13 часов с выставки. И покажем уже и наших соседей. Кстати, я сейчас тоже покажу, где находится наш стенд, чтобы было понятно, что не стыдно находиться в таком месте. А мы с вами, друзья, действительно находимся в событии, которые подводят определенную черту под работой нашего проекта Skyway. И здесь с точки зрения именно инженерной работы, конструкторское бюро, инженерная школа, которую создал инженер Анатолий Дарш Юницкий, она может отчитываться и показывать выполненную работу только инженерными решениями, только созданными машинами. И мы с вами, друзья, на протяжении этих четырех лет постоянно видим появление новых машин, появление новых эстакад, новых решений. И это и есть, друзья, то, ради чего был запущен проект Skyway, ради чего мы работаем и ради чего мы сегодня здесь все собрались. И есть что сказать об уникальности Юнилета расскажет непосредственно человек, имеющий к этому самое непосредственное отношение. Не буду его перебивать и комментировать. Сейчас это будет первый сюрприз, который сегодня будет на вебинаре. А, соответственно, обо всем остальном, друзья, мы с вами поговорим. Мы позовем здесь все правление Skyway Capital. Вчера мы специально отдали день, скажем так, нашим друзьям, коллегам из Skyway Invest Group, из SWIG. То есть, так сказать, у них было право первое представление технологии Skyway сегодня. Сегодня информационное поле довольно-таки активно занято, о Skyway говорят много, интерес к этому большой. Весь стенд, друзья, я тоже вам даже сегодня покажу, как проходит работа на стенде, сколько здесь народу. Ну, можно даже, друзья, чтобы сейчас немножко так... То есть, видите, вот мы сидим в юнилете, вот, это его интерьер. Вот, вот в окно мы смотрим, видите, народу, презентации. Это так, что... Вот, друзья, поэтому... Ну, давай, Алексей, тогда пару слов буквально, и начнем тогда приглашать первых участников сегодня, наших гостей нашего сегодняшнего вебинара. Друзья, действительно, такой нетрадиционный, необычный вебинар, и это мировая презентация. Мы проводили мировую презентацию два года назад здесь же, в Мессе Берлин, в Берлине. Как Анатолий Эдуардович выразился, второй раз берем Берлин. Действительно, берем инновациями. Первую инновацию, которую я ощутил, присаживаясь в Юнибус, кстати, вот по названию, мы называем так вот, так скажем, как нам уже приелось. Юнилёд, Юнибус спецификации, естественно. Но что я почувствовал, друзья? Массажные кресла. Анатолий Эдуардович в своем репортаже сказал, и, наверное, я предугадал, потому что мне почему-то захотелось посмотреть внутри. И даже расход топлива, сравните у джипов. Стоимость этого подвижного состава будет сравнима с джипом. То есть, это действительно семейный высокоскоростной подвижной состав. И давайте вот посмотрим, просто я буду сопровождать комментариями, давайте посмотрим, как обстоит дело действительно с инновациями. То есть, вы можете всячески потыкать на различных совершенно сенсорных панелях управления. Четыре панели управления абсолютно комфортно для всех жителей. Я могу сравнить, ну давайте сравним с одной из моделей, одного из концернов. Мы не будем говорить конкретно, но там вся сенсорная абсолютно панель. И здесь вы можете регулировать, наверное, фактически все. Если вам хочется отрегулировать свет, пожалуйста, сидения массажные, вентиляция. Друзья, все это вы можете наблюдать на топовых автомобилях. Меня так массажирует, так приятно массажировать, что вы даже себе не можете представить. Подогрев абсолютно, все что угодно. Музыку, фильм посмотреть, информация – это скоростное мобильное пространство, которое будет использовать каждый живущий на этой земле человек. Ну а сейчас давайте начнем готовиться непосредственно к нашим гостям. Гостей будет очень много. Мы постараемся максимально осветить и технические характеристики, и то, что происходит сейчас в векторе развития. Ну что я могу сказать? Эмоции. Всегда хотелось перемещаться на частном самолете, но у меня морская болезнь, друзья. Морская болезнь, которая переборолась вот этими многочисленными частыми перелетами. Но я ощутил на экофесте, что нет никаких дискомфорта, когда перемещаешься на юникаре. Здесь, друзья, мы просто полетим в нашу предстоящую реальность, которая создана уже здесь. Будущее творится здесь и сейчас на наших глазах. Так, давай. Так, пошли за гостями. Пока Алексей будет ходить за очередными гостями, мы с вами... Леш, Леш, Леша! Так, друзья, ну, мы, видите, сегодня в такой непринужденной форме проводим, что так эмоционально Леша сейчас сказал. Действительно, я сижу, происходит постоянный массаж по всему телу. Это очень, скажем там... То есть, когда за рулем едешь в джипе, это не всегда возможно, потому что отвлекает от движения. Вот. А с точки зрения автоматически... Сразу задают движение, да, это транспортный андроид, это робот, это автоматизированная система управления. Это транспортное средство, которое, соответственно, управляется и обладает абсолютно своим интеллектом. Поэтому это, друзья, как раз уже транспортное средство нового поколения. И очень много сегодня гостей и очень много людей, которые сегодня приходят. И очень многих удивляет, что процесс идет, что мы развиваемся и что каждый раз показываем новые машины. Как бы ни хотелось, друзья, нашим врагам, нашим оппонентам, нашим недоброжелателям. Друзья, процесс идет. И я постоянно буду эту мысль проводить, что мы с вами участвуем в венчурном, инновационном проекте, в высокорисковом проекте, потому что никто этого не делал. И единственным мерилом, единственным сегодня отчетом, который здесь может быть, это только, соответственно, выполненные работы. А объем, друзья, для того, чтобы создать машины такого класса, которые действительно могут перемещаться со скоростями выше 500 км в час, потому что сегодня в аэродинамической трубе то, что продута и расчетные скорости могут уже приближаться к 600 км в час, это все покажут уже ходовые испытания. Очень много задают вопрос, когда. Все, друзья, будет в свое время. Вы все это увидите, так же, как два года назад на Инотрансе показали Юнибус, Юнибайк. В этом же году они встали на ходовые испытания. Друзья, в этом же году прошли испытания. Вы помните, 29 ноября начало ходовых, потом проведена сертификация. Так что, друзья, идет движение, идет развитие. И еще раз вам повторю мысль. Самое главное для инженерной школы, которую создал инженер Юницкий, это отчет теми машинами, механизмами решений, которые создаются. Это единственное мерило, которое может отличать от чего-то другого. Ни иллюзии, ни картинки, ни какие-то прожекты, а только действующие образцы, которые можно испытывать, смотреть. И в этом плане, друзья, никто не может упрекнуть в том, что за пять лет, что развивается проект именно в сегодняшнем русле, идут постоянно новые машины, постоянно новые решения, демонстрируется, что это то, что, друзья, и требуется от инженерной школы. Ну а сейчас, друзья, вас не видно, я специально вам покажу здесь еще один... Это то, что говорят в России. Мужик сказал, мужик сделал. Говорят многие, но делают немногие. Друзья, я представлю вам, если кто еще не знает, это инженер Юницкий, который запустил проект Skyway и который создает сегодня то, что будет реально менять жизнь каждого на этой земле. Да, мы сидим в высокоскосновном юнибусе. Это юнибус семейного типа. И многие говорят, а зачем? Почему такой маленький? Ну я хотел бы адресовать тогда вопросы Форду. А чем такой маленький? Слышно, да? Да, 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 это микрофон, чтобы было... А, до этого был нормальный? Нет, нормальный звук, друзья, как это самое? Что-то Форд был какой-то неграмотный инженер, взял и сделал семейный... И была бы автомобильная промышленность? Да нет, естественно. Автомобиль победил железнодорогу. И была бы автомобильная промышленность? Да нет, естественно. Автомобиль победил железнодорогу, хотя к тому времени, когда Форд стал развивать это направление, железнодорога уже было почти 100 лет, 80 лет, да? И они были построены порядка миллионов километров дорог железных. И никто не верит, что автомобиль пойдет, что железная дорога будет развиваться. Но автомобили и автомобильные промышленности победили железную дорогу, железнодорожное строительство, только по двум причинам. Одна из них я назвал. Была ставка сделана на личный автомобиль, на семейный автомобиль, чтобы семья или один человек, частное лицо могли купить для пользования. Вы же не купите в том местный вагон? Конечно. А поезд, а электровоз нам нужен? Нет. Нет, да? И вторая причина – это от двери до двери. На автомобиле можно приехать от двери до двери, на железной дороге нельзя, и на самолете нельзя. Так же. Поэтому там в аэропорт ехать, и на вокзал, там иногда 10-20 километров. Автобиль может прийти к дому, потому что есть и дорог. И мы создадим все эти дороги, тростные, она будет, эта сеть. И струны дороги пойдут к каждому дому. Потом в будущем, даже как сегодня, в том году, на промышленности, это уже миллиард, миллиард там добили, бегают по дорогам. Представляете, миллиард. Только легковых, не говорят нам грузовики и так далее. И поэтому в будущем, в основном, по нашим дорогам тростные, то будут ездить личные, частные юнивусы, юнилеты. Со скоростью 500-600 километров в час. И, понимая это, я и проектировал юнилет, именно исходя с этих критериев. То есть эта машина должна быть очень экономичной, она должна быть недорогой. Ну, не купишь ты кадры там от Бугатти, например, на евро стоит, да, Бугатти вернул. Ну, не кадры, можно себе позволить, да, такую машину. И при скорости 430 километров в час, не 500. Там мощность двигателя 1500 лошадных сил. А чтобы разогнаться до 500 километров в час, там у нас стоит движок, мощностью 3000 киловатт. Я вот здесь на выставке ходил и видел двигатели, которые стоят на тепловозе. Так двигатель мощностью 3000 киловатт, это агрегат весом больше 10 тонн и размером очень легко там будет. Вот представьте, машина должна иметь такой двигатель. А для характеристики для этого юнилета, то есть, габориты и... Нет, в этот юнилет, ему нужен двигатель, сейчас двигатель где-то мощностью 250 киловатт, 250 киловатт. Вот как фактически там Танёта Камри, да? Да, ну сейчас разработки нового поколения. Для меня это уже машина мертвая. Я конструктор, я инженер. Сделал это уже вчерашний день. Это уже пройденный этап. Это пройденный этап. Это должно пойти в серию, должно работать, но надо двигаться вперед. Тогда будет не... Вот аналоги с... Не чемодан с ручкой, весом 10 килограмм и стоимостью... Первый телефон. Да, да, и стоимостью 10 тысяч долларов, да. А вот такой будет мобильный, да? И те, кто это понимал, они сейчас лидеры. А те, кто не понимал, те умерли, как компания, да? Как технологии. Поэтому понимают, а мы, естественно, движемся вперед. И новое поколение Юни-Лёта будет иметь мощность двигателя где-то порядка 100 киловатт. 100 киловатт уже? При тех же скоростях, да? При тех же скоростях. Ну это фантастика. Ну не фантастика. Вы видите, я же сказал, что мужик сказал, а мужик... Ну всё, ну вот есть, но все характеристики соответствуют. Поэтому это ж... Я же не футуролог, как вы. Я не фантазирую. Я инженер. И мои фантазии, это не фантазии, а чёткий трезвый расчёт, инженерный. И там, где фантазии, где не вписываются законы физики, там, сапрамата, статомеханики, других, там, математики, других дисциплин, я их просто откидываю. Я понимаю, что это пустое, нельзя этим заниматься вообще. Поэтому все решения, естественно, проверяю вот на детекторе лжи, только инженерный. Что вроде хорошее решение, но оно, кажется, вот нарушает закон сакрыной энергии, потому глупо этим заниматься. Забыли, забыли, забыли. А вот это вот, двигаться, двигаться, двигаться вперёд. И мы это делаем. И поэтому будут бегать машины, которые будут расходовать на 100 километров пути, где-то 5-6 литров топлива машины, а на человека будет меньше литра. А Бугатти, ну, где-то 100 литров на 100 километров пути, двухлесно, это 50 литров, да? В 50 раз, да, так сказать, разница. Ну, и по ценам. Поскольку есть заслуженные, простые решения, и цена будет зависеть больше от того, какой салон, на ворот, или нет, кожа, крокодила и так далее, да, или более там бюджетно, то машины будут стоить, ну, так, как примерно легковые автомобили, такого же класса. Поэтому эта класса – это джип. Поэтому, как джип, даже, может быть, дешевле, потому что, по большому счёту, эта машина проще автомобиля. Но она и сложнее, потому что здесь ещё есть индивидуальная система управления, есть техническое зрение, там есть степовочные взлы, да, автоматические и так далее. То есть многих вещей нет, которые есть в автомобиле, ну, допустим, руля, там, радиоактор, коробки передач, да, даже дворники, которые здесь не нужны. Дворник, вот, ну, снегочиститель и так далее на стекле, на первом самолёте берёт на себя 100 кВт мощности. А вот зеркало, допустим, на скоростном автомобиле, ну, где-то 50 лошадей сил берёт на себя. 50 лошадей? Да, что вы думаете, на скоростном. Там аэродинамик очень важный. Поэтому у нас нет ну, выступающей части. Даже ручки в дверях, они заподлицо, это наши ручки. Это мы сделали. Даже ручки наши. Ну, здесь, как вы сказали, здесь весь дизайн определяет только именно инженерные решения. То есть именно аэродинамика, свойства и так далее. А, не дизайнер. Дизайнер просто раскрашивать, и то, естественно, с инженером консультируется, потому что он же мне тоже говорит, ну, как-то не очень красиво. Давайте вот так сейчас сделаем. Я не соглашаюсь. А, и мы, естественно, сейчас развиваем параллельно гипер-ю, высокое, гиперскоростное направление, которое более древнее, так сказать, чем Skyway. Естественно, параллельная работа ведётся над Spaceway, в общем, фонтально-транспортным, следствием, ну, ещё древнее, чем... Но, как можно сказать, всё это увязывается, всё это составная часть единой инженерной школы, единых инженерных решений, так? Да, это... Когда я... Сначала я придумал вот общепланетарно-транспортное свойство. Когда я увлекался моделированием, я любил физику с детства, и ребёнком с пяти лет строил ракеты. С немецкого пороха, там, помню, в нашей деревне, там, склад, рядом был, партизаны в войну взорвали, немецкий склад, там много снарядов, был амин, там, пороха. Это... Я собирал его и делал ракеты первые, да? Ну, они, конечно, понятны, как они... Раз Хичхату не вспомнил, но от меня так хорошо объяснили с помощью дрына, что так делать нельзя. Поэтому я, естественно, более аккуратно дальше работал. А потом, когда переехали через Казахстан, ну, Казахстан, то в 200 километрах байконул. И, естественно, это были 60-е годы, СССР тогда, ну, космонавтов запускали. Первый космонавт был, да, советский. Это, естественно, подорожило умы, и все хотели стать космонавтами, и я. Так, поэтому я уже стал делать трехступенчатые ракеты, которые поднимались на высоту на несколько километров. Я делал сам порох, я забрал свой порох, так, из того, что есть в магазине и аптеке, да. Я сделал первые композиты, потому что, кроме бумаги и клея, у меня не было таких материалов. И надо было двигатель делать, твердотопливный, и сам корпус ракет. Но потом, когда это уже все стало у меня хорошо летать, и я помню, как я сидел с сестрой, она, на три года младше, с Тамарой, на кинотеатре летнем, а экран был в сторону Байконура. Я смотрел, мимо экрана полетела точка горящая. Я понял, что запустили что-то там на Байконуре. Правда, что мы не знали, от наслечения обычно сообщали. Ну, запустили, запустили. Мы посмотрели фильм, выходим с кинотеатра, тут пошел ливень, я помню, как сейчас, мы шли по колену в воду. Такой ливень был. А там вообще же полупустыня, там даже идут редко. И я связал эти два фактора, запуск ракеты, это 100 километров, и ливень. Я там стал разбираться, еще школьником был. И стал понимать, что такое ракета, что такое транспорт, да, что как он ущерб наносит. Старт тяжелой ракеты это озонодыра размером с ранцем. Одна ракета. А климат и погода делаются в озоновом слое. Он поглощает 4% солнечного излучения, это в 100 раз больше, чем вырабатывается у человека с энергией. Там климат делается. А он разрушается. Потом все и другим транспортом. Потом все и автомобили, и так далее, да. И я тогда задумался, ну что-то как-то неправильно это. И стал думать, а почему это происходит. И стал понимать, что это технократия на самом деле. Мы технократическая цивилизация. И мы, не мы выбрали этот путь, и не я, а наши предки. 100 тысяч лет назад, миллион лет назад, когда встали над путь, стали огонь научились разжигать, шкуры выделать, жарить на углях, Это и есть первая технология. И они стали умирать, это палеонтологи знают. 20 лет от рака легкий. Потому что в пещере, в их доме стоял смол. От одного маленького костра. А я стал понимать, что костров-то сейчас горят сотни миллионов, а то миллиарды. Двигатели кнуты сгорания. Причем более вредные, чем костер, да, в пещере. Более мощные. А котельные, а электростанции, а самолеты, а ракеты, а корабли, а подводные лодки, а мотоциклы. Не стали. Не стали. А эти заводы, фабрики, да, а эти карьеры, где там добывают эту руду, потом ее плавят, а металлургия, а химия, да. И оказывается, мы разрушаем дом, в котором мы живем. Те разрушали пещеру, дом свой, да, но сообразили, вынесли за пределы дома от технологии, и выжили. А мы продолжаем в нашем доме, это одна комната, в биосфере нет перегорода. Это одна комната. Вот это делает то, что делали первобытные люди в пещере, да, и мы это уничтожим. Индустрия убьет биосферу. И это я понял, ну, где-то больше 50 лет назад. И стал понимать, что надо искать путь. Потом я стал инженером путей сообщения, поступил в Тюмень институты, и вот развивал это направление. И решил я найти сам решение, как инженер, создать сам экономический транспорт на планете, на Земле, и найти решение, как вынести индустрию в космос, потому что она убьет человечество. Мы, как если перефразировать Жванецкого, он говорит, что он не делает с человеком упорно ползет на кладбище, что не делает с цивилизацией, она упорно ползет на кладбище. Упорно. И не понимает это, потому что мысль на планете, созданное общество потребления, потребляя и плюя на будущее. Главное, если сегодня тебе хорошо, а твои дети, там, внуки, правнуки, это их проблема. У меня другая позиция. Что я ставлю своим детям, внукам, правнукам, ну, и вот нашел решение, оно, естественно, правильно и возможно, как использование внутренней силы системы, как барон Нахаузен, он не нарушал экологию, он сам себя поднял за волосы, да, и спас у себя и коня, когда тонул в болоте. я понял, что вот это решение, вот если не найти, как инженер, вот это техническое решение, оно, действительно, может решить ту проблему, задачу, как миллионы тонн выводить в космос без экологической проблемы. и на что, это вообще планетарное транспортное средство, а почему оно таким должно быть? потому, потому что барон Нахаузен должен, нарушал один, если закон о сохранении, их много, и закон о сохранении энергии, импульса, там, моменты, количество движения, а есть еще закон о сохранении положения центромассы, который гласит, что за счет внутренней силы системы, нельзя переместиться в центромассе, в систему пространства, поэтому нельзя поднять себя за волосы, центромасса останется на месте. И только одно решение, когда центромасса стоит на месте, кольцо вокруг планеты. Это от центромасса кольца соподает центромассы на планеты. А потом уже были технические решения, как диаметр увеличить, чтобы выйти в космос, это от центра бизнес-силы больше всего подходит, и далее. Я уже проработал это все на инженерном уровне, и поэтому вот эти все решения были найдены, давно думал. Ну, лет, наверное, 45-50 назад я стал развивать, а потом понял, что это опять же никому не надо. Никто этого не понимает. И смеются на мной, говорят, да что это такое, кто-то сумасшедший, это колесо, какой-то космос. Да давайте жить на Земле, все хорошо. А если что, углобим, пойдем на маз. Ну, как это так, это как, я жил в доме, я его угроблю, сожгу, а потом пойду куда-то в трущобу жить, что ли, на другой планете. К соседу. Нет, даже не к соседу, а там, где ничего нет, где нет кислорода, нет атмосферы. Некомфортные температуры, меньше, меньше 100 градусов мороза. В скафандре, нет еды, нет воды. И билет стоит миллиард долларов, даже бред. На Земле надо жить. На Земле, здесь рай, нет нигде во Вселенной другого места лучше, чем планета Земля. Для нас, землян, мы заточены под планетой, мы созданы на этой планете. Какие Марсы, это бред. Поэтому индустрию надо, как и первобытные люди, они оказались умнее нас даже. Они выживали, то, что вынесли. Так и мы выживем, если вынесем, да? И поэтому эта работа не прекращалась, но я тогда понял, что поскольку она не нужна, и я не найду возможность зафинансировать, это не надо организации объемных наций, это не надо СССР, Америки, другим странам. Это не надо НАСА, или Роскосмос, они ракетные, да? Как СКВ не нужен железнодорожникам. Я понял, что это тупик. Ведь надо найти самому способ, как это все зафинансировать. Я был СКВ, который почковался, когда был струнный транспорт Ленинского, сейчас он СКВ, он почковался от эстакады ОТС, это фактически моделизировано стакадом. Я стал его уже развивать как бизнес, чтобы просто сделать это, то, что нужно планете и людям, что даст экономический эффект в сотни триллионов долларов. В сотни триллионов, я не говорю. Где можно заработать деньги, чтобы вложить их в разработку. И потом, когда это будет разработано, когда уже, извиняюсь, совсем плохо, все скажут, да, вот оно решение, оно уже есть. Вот, давайте, все, резок. И поэтому тоже мы заработаем в этом направлении, я никогда не пришел в эту работу, просто она вела в закрытом режиме. А сейчас уже можно об этом говорить. Хотя онлайнеры и прочие говорят, да вот, ЮНИСК опять там хрен какую-то придумал и оценил в 9 триллионов 600 миллиардов долларов. Но это не оценил. Это оценка моей тезарной собственности независимых спектр. Как можно по-другому оценить систему, один запуск которой дает эффект 100 триллионов долларов. 100 триллионов долларов, один запуск, поясняю почему. Сегодня стоимость доставки тонны грузов на орбиту в районе 10 миллионов долларов за тонну. 10 миллионов долларов за тонну. Там прогнозы говорят, мод 5000, мод 4000, но пока этого нет, это пока прогноз. Десятые, да? На АТС эти расчеты я сделал, и давно их сделал. Стоимость тонны доставки грузов в космос будет около меньше тысячи долларов, в 10 тысяч раз дешевле. А когда будет организована уже индустрия и будут полеты туда-обратно, то мы можем энергию грузов доставляем на землю, вырабатывать энергию, и тогда эта система будет окупать себя, и вообще доставка будет грузов бесплатной. И поэтому экономический эффект на тонне 10 миллионов долларов. ОТС может даже за первый рейс вывести 10 миллионов тонн грузов. Умножаем на 10 миллионов долларов за тонн, 100 миллионов долларов. Вот экономический рейс. За один рейс. А их будет тысяча. Антолиос, но это можно сравнить как? Как объяснять людям, которые не знали, что такое электричество, какой будет век, и какие машины будут работать? Нет, понимаете, дебилу, трудно объяснить, что это дебил. Люди, которые могут заглянуть за горизонт и в единицу. Нет, понимаете, я вот Сократа вспоминую часто, который даже вообще жена считала дебилом. Жена. Дураком, идиотом и воревала помои публичные. Он всегда говорил, если бы у меня не было такой жены, я бы не был Сократом. Так что, может быть, здесь... Потому что она не понимала. Такого нет, Сократ что сказал? Что 100 идиотов. Вот такое количество вопросов. Что 100 мудрецов за 100 лет не найдут ответы. Поэтому не надо идиотам и дебилам отвечать. Надо делать дело и доказывать дело. И они, оказывается, потом сторонниками. И более того, они еще, оказывается, истоков стояли. И шли со знаменем впереди. В общем, так я иду вот в этом пути развития, так скажу. И здесь, друзья, как раз это не пустые слова, это инотранс, это мировая транспортная выставка, где Skyway представлен второй раз. И я беру привлечения, я сейчас пройду, покажу наших соседей, это Hitachi, это кто у нас? Это Сименс. Он там через Тошиба. Здесь у нас рядышком, прям за стенкой стоят. То есть, друзья, мы на мировом уровне, но то, что показывает сегодня инженерная школа инженера Юницкого, аналогов не имеет, потому что здесь уже у нас, как анекдотичный случай, вчера были представители РЖД, посмотрели, сказали, мы думали, что вы уже давно загнулись, а вы не просто загнулись, а еще делаете, как я сказал, один представитель говорит, вы мне испортили настроение на весь оставшийся день. Так что, друзья, на кого-то это действует как действительно с точки зрения воодушевления, потому что все, кто является сторонником Skyway, видят эту машину, друзья, она не может быть некрасивой, потому что смотришь и понимаешь, друзья, это действительно воплощение инновации, и как сказал Юницкий, он над дизайном не работал, чтобы она выглядела красиво, именно шокивающе. Я работал над аэродинамикой, Именно аэродинамика определила, как Антонов говорил, что летать может... Туполев, нет, нет, это Туполев. Красивый самолет тот, который хорошо летает. Хорошо летает. И летать может только красивый самолет. То есть уродливый самолет... Поэтому это инженерная красота и мой девиз, и я уже привел это всей нашей компании, всем нашим инженерам, эстетичный, конструктивный минимализм. Абсолютно, да. Эстетика, она главная, это же восприятие, но она должна быть инженерная. То есть за ней это стоит конструктив. Конструктив, который направлен на население цели, да? И минимализм, ничего лишнего. Конечно. В бриллианте ничего лишнего. Вот алмаз, который находят, он такой сложной формы. Если вот описать его форму, надо 10 листов в стране списать, чтобы форму описать, как он такой сложный. А бриллиант очень простой. Там несколько, одна грань, да? Он очень простой. Ну что красивое, бриллиант или алмаз? Вот такой вот, да? Так и здесь. Здесь ничего лишнего нет. И самое сложное, отбросить, отчесть все лишнее. Это самое сложное. Это самые простые решения. Это очень сложное. И я, как инженер, как автор, как генеральный конструктор это демонстрирую. И на словах он отдельно. И это, друзья, вот мы подчеркивали и всегда говорили, это на Экофесте, где четко показано, что сделано, как сделано. Это реальный отчет. Это отчет инженерной школы. Я постоянно это повторял и буду повторять. Чем может отчитаться инженерная школа? Созданием машин? Не словами, а делами. Не иллюзиями. Нет, не словами. Научили все говорить. Да. Все. Так, а делать имеют очень умное. Причем так делать, как когда-то декларируешь. И сравнивать, друзья, что мы уже давно вышли, тогда начинают, а как к тем технологиям или к тем проектам относятся, сравнивать можно только машины, которые стоят на испытании. Сравнивать с картинками, сравнивать с концептами нет никакого смысла. Сравнивать в инженерной точке зрения можно только готовые испытуемые машины. И как инженер я вспоминаю первый ролик, который вот, я снялся, чтобы обратиться к народу, к жительной планете Земля. и первые слова, которые я сказал, одни из первых, это мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Это действительно очень крупный бизнес, самый крупный бизнес. То, что сделали со временем Форб, Стивенсон, Боинг. И мы даже более крупный бизнес создали. И мы идем по этому пути. И не надо думать, что это просто, что это легко. Это очень сложный ход. Очень непростой. Поэтому заводились и будут заводиться уголовные дела. Мешать будут всегда. Будут меня преследовать. И преследуют до сих пор. И будут. И дальше будут еще сильнее прессовать. Жестче. Потому что мы переходим дорогу очень много. И старое цепляется за старое. Оно хочет тоже выжить. Так? А новое, да, да, новое победит не в силу того, что я там упрямый или я вот сказал, что так будет. Потому что я делаю то, что победит в силу технико-экономических преимуществ. Победит экономика, а не юницкий. Потому что то, что мы делаем, эффективнее любого другой системы транспортной, инфраструктурной, экономичнее, безопаснее, экологичнее, дешевле. И можно дальше там говорить, да. И вот в силу этих обстоятельств мы победили. Мы. Те, кто появлялся, кто обложился. В вине проиграют наши вот эти конкуренты. Они проиграют, как проиграл проводной телефон, мобильный, как проиграл, по большому счету, проиграл живой транспорт железной дороги, а потом ее автомобильной дороги, автомобильному транспорту. меня думают, что автомобиль завоевал сразу, мгновенно. С ним боролись. И даже 50 лет, когда Форд начал делать свои автомобили в Москве, 50-е годы, в живой транспорт через 50 лет. Потом, когда мне говорят, а где, где я там, где миллионы километров дорог? Будут. Будут. На всем усилу времени. У нас уже такая форма родилась, что Skyway это шестая ниша в транспортной сфере. Ну, если там автомобильный, железнодорожный, транспорт, трубопроводный, авиационный. Вот, Skyway это еще одна ниша, которая вошла и которая будет расширяться. Она идеальный транспорт, она не имеет всех недостатков, которые есть, только один. Его еще нету в массовом миллионах километров. Но это, как и старость, к сожалению, то, что приходят вместе с мудростью. Это единственный недостаток. Экотехнопарные воспринимают как проект. Конечно. Это проект. Это первый проект, первые трассы. Первый проект там, конечно, это же не бутафория, это не модельки. Там полноценные машины, которые сертифицированы. Все настоящее железо, все сделано так, как и должно быть. Абсолютно. Поэтому тоже самолет-братья Врайт не был же бутафории. Но он дал толчок для создания авиации. Целую отрасль. Да. Так вот, наш самолет-братья Врайт дедушка, это ЗИЛ. ЗИЛ. Он был ну сколько, 15 лет назад, даже больше. 18, 2001 год. Да, 17 лет назад. 17 лет назад, да. И это небольшой принадлежит к времени, потому что братья Врайт полетели на свою этажерку летающую. Протерпи несколько секунд и упали. Запатентовали, ходили, говорили, мы тут вот авиация, только наши самолеты, только вот у нас, покупайте. Человек говорит, зачем ваши грыбы нужны и летающие этажерки, да, и стали развивать независимо. А они умерли в нищете. Они думали, что патенты их защитит, у них технолог было несовершенным. И только через 13-14 лет лесопромышленник Боинг, он табуретки делал, он досками занимался, да, сканейки, там, шкафы делал. Задумался, что, слушайте, ну, самолет же деревянный. Да? Так это же мой прошлый. Да я бы самолет не через год, а через где-то 13-14 лет. Как мы после ЗИЛа. Пришел Боинг, и он победил. Потому что он понял, что нельзя из дерева делать. Это неправильный материал. Он стал делать первый цельноматериарический самолет. Это тоже будет несовершеннее. А потом этот лесопромышленник занял 50% мирового рынка. Ну, и сейчас тоже доминирует, хотя там Арбас его потеснил, там, и так далее, но все равно, извините, это уже больше 100 лет. Они доминируют на рынке. Потому что поняли, как надо его без бизнес делать. А братья Райд не поняли, как делать без бизнес. Я не только инженер, я понимаю, как бизнес делать. Потому что многие не понимают, что мы делаем. Злятся, должны инвесторы, акционировать. Говорят, что вы делаете, это неправильно. Давайте туда побежим. Нет, ребята, мы бизнес должны создать. И надо думать, что с Боингом не боролись. Боролись еще как. Правительство Соединенных Штатов Америки называло правительство, как и меня правительство, объявило преступником Боингом. Он был преступником в следующем шутбе. Боингом победил? Да. А не правительство что? Победил прогресс, Анатолий Дуарьевич. То, что мы делаем, то, что нужно, то, что будет наиболее экономично, безопасно, экологично, то и будет ожидать. И здесь как раз друзья, вы видите... Что там пишут, какая реакция? Как всегда. Это же интернет, Анатолий. Нет, в основном... Можете, друзья, кто хочет, вот сейчас Анатолий Дуарьевич написать пожелание... О, это сказал, это Конфуций. Если тебе плюнули спину, значит, ты впереди. Поэтому, друзья, можете передать пожелания, поздравления, или там, это Анатолий Дуарьевич, вот он сейчас это читает. Смотрите. Привет, Хмау. Хмау тоже привет. Я много лет работал в Конфуцийском. Про Бабурина не сейчас, так скажем, похоже. В основном Антолий Дуарьевич. Так, вперед, вперед, старик, молодец. Старик, да, не юноша. Не мальчик, не мальчик, это точно сказать. Ну, опять же, Антолий Дуарьевич. Лобовое стекло будет, оно есть, а как понять лобовое стекло? Лобовое стекло. Да, опять же, Антолий, должно это... Что верить на лькание шпала, или что? Лучше смотреть вбок и вперед. Так, потому что, скорее, будет ли праздничная крыша, чтобы смотреть на звезды и на небо будет. В основном комментарии я тоже жму. Спасибо за ваш труд, вы супер. Ну, хорошо, старик не подключал. Бористов с вами, всех днях, а то Лето присмотрит, ну, а как же. Как и в вашем легковом автомобиле? Можно поставить. В семейном нет вопросов. Только он будет повыше, тогда модуль, подороже, и расход топлива будет больше, поэтому себестоимость проезда будет больше, да, и купонность будет ниже, но это можно сделать. И общественный транспорт, где время в пути будет больше, больше часов, естественно, будет сто лет. С проходом, обестройство, с более комфортным салоном, но это общественный транспорт. А лично, я думаю, даже, по-моему, только Вала Пугачева есть там туалет и его там удлиненной машине как там или там Киркорова. Все эти решения есть? так это можно. Определяется только целое и запросы. Есть сообразность. Если я ехать из Минска в Москву полтора часа зачем туалет? Ну, Антон Юрьевич, благодарю вас за... Я тут вам послушаю, чуть не упал стаборетки. Там тоже таборетки есть, вам не получат. Должны прорваться, прорваться, здоровья вам и сто лет, спасибо. Финансирование не закроется в Корнеулы, это неправильно понимают. Какие новости по Миратам позже, набрало, Юниус просто согласен. Чтобы стили свидетелей нас стали, станем. Все при жизни будет делаться. Спасибо. Ну вот, друзья, давайте поблагодарим еще раз Антон Юрьевич. Большое вам спасибо. Я поздравляю вас с этим вашим очередным рубежом. Это успех. Это этап. Это этап. И я вас поздравляю для меня это уже прошлое. Еще раз с пройденным этапом, друзья. Это прошлое. Переходим в следующий этап. И как вы слышали... Я хочу выразить всем благодарность нашим инвесторам. Неский поклон от меня. И только благодаря вам мы это делаем. И вы услышали мой призыв. Спасибо вам. Не вы, я был бы мечтателем. Футурологом. А теперь... Сказочником. И шестафреником. А теперь с чего? Знаете, в советское время со мной боролось КГБ. Это посереднее, чем онлайнер тоже, да? И я их победил, на самом деле. КГБ СССР. Хотели посадить, там засудить и прочее. И сделать что-то сумасшедшее. Это реально было. Было в серии судов. Со мной. Так у меня есть справка. Я пошел в психдиспансер в Гомена. Говорю, тут вот многие считают меня сумасшедшим, шизиком. А вы мне следует обследовать и скажите, дайте справку. Я нормально. Так что у меня справка есть. Я не шизик. Еще сколько? Еще лет в принципе. Юнинский, Леонардо. Ну, друзья, мы так между собой называем, что, так сказать, у нас это наш современный Леонардо да Винчи, поэтому, так сказать, и как раз Антон Довальевич, я искренне вас поздравляю с тем, что вы можете сказать, мужик сказал, мужик сделал. И то, что вы говорите, вы делаете. И дальше, кто бы что не говорил, друзья. У нас уже родилась такая между собой, что если вы видите и вы это не верите, вы идиоты. Потому что видеть, смотреть и говорить этого не может быть, это ерунда. Я даже сказал, наверное, дебилизм. Либо, либо купленные специально для борьбы. Для борьбы. То есть это за ними кто-то стоит. Когда приезжают профессионалы, смотрят, видят и относятся к тому, что они видят с очень большим интересом, это действительно вызывает интерес. Остальное спасибо, Анатолий Довальевич. Искренне. С войсковой спасает планету. Мы инструмент держим, а не угрожаем. Да. Но это молоток, мы можем не гвоздь забить, а мы можем по башке дать. Кому надо. Кому надо. Да. Но это все равно строительный инструмент, а не угроза. Спасибо вам, Анатолий Довальевич. Я тогда вас заберу, мы вас отпустим. Вот. А мы тогда еще будем продолжать. Всем привет. Друзья, мы нашего первого гостя и, там сказать, самого главного человека на этой выставке. Отпустим, потому что народу, сейчас я вам уже покажу, как это... Да, мы заняли... Вот мы сидим в салоне, видите, в это время сюда входят, выходят люди, то есть, вы помните, там идет полностью работа, я все сейчас покажу. Анатолий Довальевич, мы продолжаем работу, большое вам спасибо. Ну вот, друзья, видите, у нас идет продолжение работы, я считаю, что такой вебинар очень приятно проводить, и действительно, вот из того, что сказал... Мы на следующем вебинаре, друзья, будем анализировать и делать. Сегодня просто не то время и настроение, чтобы на какие-то отвечать, на какие-то нападки, на какие-то укусы опять, еще на что-то. Это, друзья, все, как сказал Юницкий, мы к этому знаем, мы готовимся. Это нет ничего к этому... Потому что действительно, то, что мы делаем масштабно, действительно, то, что сейчас выступление Skyway на этой выставке, это действительно фурор, когда реальность становится... Машина в скоростью 600 км в час с наземным перемещением, с такими характеристиками. Тем более, что есть аналог уже, есть традиция, что на прошлом и на трансе в 2016 году был показан первый Unibus, потом он встал на испытания и та, и другая машина. Сейчас проведена сертификация, идут уже разработки адресных проектов, весь процесс, друзья, идет, и никто не может сказать, что этого нет. Можно цепляться, к нюансам, к срокам, еще, так сказать, можно, друзья, найти всегда какие-то зацепки, проблемы, все можно найти. И то, что сейчас делается, делается сложнейший процесс, но то, что заявлено, сделано на и на трансе. Здесь показана скоростная машина, наш Unilet, который открывает новый концепт рельсового движения, колесного движения. Это, друзья, новая ниша создана. Мы потом покажем еще обязательно, на улице стоит 18-ти местный Unicar, то есть, это сегодня уже городское метро, воздушное метро, городской трамвай. Интерес к этому просто колоссальный, то, что сегодня есть. Поэтому, друзья, здесь и сейчас мы с вами то, что говорили и то, что декларировали, мы делаем. Как к этому относятся наши недруги, друзья, мы видим. Буквально вчера в открытии инотранса вышла опять огромная статья, такая аналитическая, онлайнер, это такого аналитического органа интернета, то есть, и того людей, которые борются с юнитскими. Поэтому, друзья, это все текущая работа. А у нас действительно праздник, у нас действительно сегодня очень серьезный отчет, и действительно сегодня показывается то, что нигде никогда никто не видел, и мы с вами участники этого процесса. А я сейчас с вашего позволения пройду, и мы возьмем несколько еще у кому-то знакомых, кому-то незнакомых людей мнение, впечатление о том, что происходит, чтобы каждый мог сказать и выразить свое отношение к тому, что это будет некое такое продолжение вебинара. И я вам еще покажу, так у нас по времени, друзья, как раз нормально, вот, я вам покажу еще наших соседей, чтобы мы не думали, что это какая-то непонятная выставка, и мы сами что-то где-то придумаем. Тут у нас, вот я говорю, Тошиба, Хитачи, вон за стенкой, Сименс, вон, вон стоит в 10 метрах от нас. Поэтому, друзья, это действительно такая мировая премьера, и Skyway здесь выступает на очень высоком уровне, с учетом того, что нам есть с чем сравнить, и мы еще делаем сравнительные репортажи, то, что показывали наши партнеры, друзья, конкуренты два года назад, сейчас я смотрю, и, друзья, очень многое привозится, то же самое. Skyway показал на прошлой Монотрансе Unibike, Unibus, две машины, в этом году Unicar и Unilet. Друзья, это принципиально новые машины, это 18-местный городской трамвай, городской метро, и 600 километров частного скорости, то есть, кто может упрекнуть в том, это я отвечаю сегодня этим дебилам из онлайнера, что он говорит, я три года ничего не вижу, что меняется, интересно, куда этот дебил смотрит, что у него ничего не меняется, когда появляются эти новые машины, которые для специалистов являются просто фурором, а если человек видит и говорит, нет, этого нет, ну, тогда весь вопрос, куда он смотрит, или что он видит, это, друзья, уже вопрос именно к психике человека, либо к его нравственности, когда человек за деньги может писать или делать все, что угодно, но это вопрос, ребята, другого плана. Ну что, продолжаем, вот тут у нас как раз стоят ребята, я покидаю покидаю Юнибус, значит, Юницкий дает, видите, уже тут, это бесконечное интервью, бесконечное, так сказать, поэтому этот процесс постоянный, мы мешать не будем, наши, как говорится, мы свое уже получили, нам времени уделили, поэтому, друзья, хочу представить вам еще одну очаровательную девушку, так, Ир, буквально два слова, мы сейчас будем делать вот так, ты в микрофон говори, приветствую всех коллеги, надеюсь, меня слышно хорошо, хотя здесь очень шумно и вообще, потрясающая обстановка, и хотелось бы сначала пару слов сказать об этой машине, вот с женской стороны могу вам сказать, это просто колоссальный комфорт, это очень эстетично, все кабинки, все сидения оснащены замечательными массажерами, специальными материалами нового поколения, это очень комфортно, это очень здорово, а вообще, если говорить глобально, то буквально меньше месяца мы праздновали наши достижения в Минске, а сейчас мы празднуем настоящее мероприятие мирового уровня, мирового признания, поэтому очень много коллег, партнеров, которые просто заинтересованы в дальнейшем бизнесе, в развитии, в дальнейших шагах, и коллеги, самое интересное сейчас только начинается, ожидайте много новостей, и я думаю, уже Анатолий Дардович и Сергеем Сбиряковым вам вещали о том, что здесь происходит, и так, всем большой привет, и до следующих новостей, передаю трубку. Спасибо, Ирина. Давай вместе сейчас с тобой. Это Ирина Волкова. Всем партнером, огромный привет. Член правления, да. Так, Инета, давай, сейчас еще одно вам покажу, очаровательный день. Конечно, я тоже тут. Всем привет. Второй день уже. Если кто-то заметит, то я вчера работала полный день на нашем стенде до самого вечера. Давай так, ага. Это все без микрофона. Нет, микрофон был, звук был, так что можно, так сказать, это. Ну что, коллеги, как всегда, у нас праздник, праздник того, что мы создали совместно. Уникально. Все чувствуем себя. Что у них вверх ногами? Чувствуем себя великолепно. Вверх ногами потом перевернется. Да, неважно. Здесь все уже неважно. Самое главное, что Берлин нас принял, мы здесь, и новый Юни-Лед на месте летит уже скоро. Простю 500 км в час. Каждый, кто садится, это чувствует. И пользуемся всеми удобствами. Они радуют, иностранцы просто удивляются. И вчера задали вопрос, внутренние часы производились где-то в BMW. И мы постоянно признаемся, что все, все, все мы делаем сами. Делаем сами. И еще будем продолжать делать, сами улучшать. Ну что, кто еще успевает, приезжайте. Потому что быть на месте, это всегда по-другому. Но для тех, кто остался дома, мы каждый день все-таки будем вам пересылать все события, эмоции, радость нашу. Ну и параллельно не забываем, что теперь пора ставить на рельсы, а рельсов-то у нас еще нет. Надо и об этом позаботиться. Спасибо, Инна. Всем привет. Всем привет. Друзья, я еще раз покажу уже сам стенд. То есть, видите, находится... Вот она сама машина. Вот она сама машина целиком. Вот. Ну, фотографии все ее будут. Вы все это еще видели. Вот. Тут он, Андрей Хавратов дает... Андрей, для наших помахай руками. Это все наши. Продолжение следует... 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 То есть, вот он реально теперь, который... Видите, я еще раз покажу. Там стоит эта наша ракета. Вот. Теперь немножко по нашим соседям. Давайте. Я выхожу с нашего стенда, я его показываю, сколько народу, это просто для сравнения, вот рядом стоит какая-то кабина, какая-то компания швейцарская, видите сколько людей на стенде, какой интерес к этому стенду, сейчас я развернусь, еще покажу наш стенд, видите, несколько есть отличия по тому, сколько людей, какой интерес. Вот компания скоростных французских железных дорог, вот они стоят со своими моделями, вот, то есть видите, что показывают и как показывают модели, вот стоит Hitachi стенд, вот, ну, друзья, по выставке мы сделаем завтра с вами хороший обзор, покажем, что есть, вот, чуть дальше, видите, там стоит Toshiba, Тут вот Siemens, то есть вот реально, а вот там, вон Skyway, то есть вот мы показываем реальную атмосферу, вот народ ходит, специалистов много, вот обсуждение идет, вот примерно атмосфера, которая здесь царит, постоянно идут брифинги, постоянно идут презентации, постоянно интервью, вот, ну, интерес, я говорю, к Skyway, не поддельный и очень большой, и именно с точки зрения уже воплощения в реальность того, что, того, что происходит. Ну, вот, друзья, давайте, я считаю, что для сегодняшнего дня, для сегодняшних новостей, то есть я, Алексей, показал сейчас соседей наших, Hitachi, Toshiba, вот, подвод, похож на подводную лодку. Друзья, здесь еще раз Юницкий вам уже сказал, что вся форма, так, вот еще один, на наш герой реаль нашего времени, вот, поэтому я просто начал еще говорить, Франтишек, что Юницкий подчеркнул, что формы и дизайн определяются только инженерии, а не эстетическими восприятиями. Вот, дельфинчик, мне, кстати, очень нравится название, что это наш дельфинчик, так же, как мы с карасем называли в свое время, да и сейчас на карася похож наш юнибайк, вот, потому что действительно природные формы, они идеальные, вот, и поэтому... Друзья, мое мнение, летающая тарелка, пока на земле. Да ладно. Где же эта тарелка, Леш? Эта на тарелку никак не похожа, вот она не плоская, я тебе могу сказать. Что я могу сказать, просто инсайт вам такой, сейчас пообщался с Павлом Скойбеда, знаете такого, наверное, специалиста, но на ответственности компании, те новости, которые он мне рассказал, я могу сказать, что, по его мнению, все хорошо, будет еще лучше. Мы это можем только транслировать, и это не может меня радовать. Тут вопрос задают, ты когда в салоне сидел коленками в уши, не упирался, комфортно тебе было? Свое мнение, скажи. С моим ростом вообще абсолютно комфортно, ну, друзья, это действительно как в джипе сидишь, то есть массажные кресла просто изумительные, вентиляция на сиденьях, все, что сейчас можно представить в современных спорткарах, джипах. Панорамной крыши, может быть, кому-то не хватает, посмотрите на вид. Какой у тебя рост, вон, народ спрашивает. Метр девяносто четыре. Метр девяносто четыре, говорит, комфортно, но мне метр семьдесят четыре, я чувствовал себя абсолютно, мне там можно было спать. Так, ну что, друзья, на этом давайте на сегодня уже, наверное, заканчивать. Мы еще сделаем ряд фоторепортажей, они будут идти через чаты, через наши ресурсы. Вот, завтра в это же время, в 13 МСК, в 12 по берлинскому времени, мы с Алексеем сделаем обзор по всей выставке инотранса, покажем наиболее интересные такие моменты, которые здесь есть, чтобы действительно показать, чем наши инновации, которые действительно являются прорывной и инновационной, отличаются от того, что показывают здесь большинство транспортных компаний, которые называют себя инноваторами. Поэтому, друзья, без преувеличения можно сказать, что мы с вами действительно в прорывной инновационной транспортной технологии, мы создали сегодня то, что можно показывать, и уже, как Юницкий начал сегодняшний репорт, так, мужик сказал, мужик сделал, в принципе, хорошо звучит, потому что обещали сделать, сделали. И второй момент, уже есть полная аналогия, что на прошлом инотрансе показали Unibike Unibus, до конца года поставили его на ходовые испытания, сегодня завершена сертификация. То есть, друзья, этот процесс идет. Соответственно, к следующему инотрансу Unibus будет уже и испытан, и идти в серийную серию, уже именно в массовое исполнение. А что мы с вами увидим на следующем инотрансе, это мы в крайний день спросим у Юницкого. Я думаю, что он приоткроет несколько секретов, что будет. Какие официальные лица посетили наш центр? Ну, во-первых, друзья, сегодня только второй день работы выставки, поэтому посетителей очень много, все визитки собираются, отчеты идут, поэтому мы, находясь и занимаясь каждой своей работой, мы даже не можем знать, кто и как здесь был. Просто я слышал, что были делегаты уже из Филиппины, Нигерии, но, друзья, здесь работает очень много людей, которые ведут, ну, не то что независимо, но каждой свою работу. Вот Алексей только что презентовал девушкам. Откуда эти девушки были? С Африки. Откуда-то с Африки. Поэтому, друзья, кто и как приходил, так сказать. Вот, я вам просто сейчас, мы когда проходили, я вам показывал Юницкий канал интервью, сейчас я вам покажу, он дает интервью какому-то другому каналу, видите, так сказать, со съемкой. Вот, все, поэтому этот процесс идет, идет постоянно, и здесь итоги подводить пока рано, то есть как только закончится инотранс, я думаю, что будет абсолютно официальная информация, кто как посетил, какие результаты есть, что это со... Так что, друзья, на этом, друзья, давайте на сегодняшний наш вебинар с инотранса мы будем завершать. Настроение, я вам могу сказать, праздничное, это действительно важный этап именно по отчету всей нашей команды, то, что мы сделали. Настроение у Юницкого, видите, он, я с ним сегодня беседовал несколько раз уже, конечно, он сильно устал, уставший, очень большое напряжение, но, друзья, это та работа, ради которой мы делаем, то, соответственно, задача, которую мы ставим и решаем. Все, друзья, на этом наш вебинар. Продолжение следует...